Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте, здравствуйте, добрый день Ведем программу «Азия. Большая игра» Я Давид Эдельман и я Александр Гураев Видишь, Давид, у меня мания величия Я уже начал себя называть Давидом Эдельманом Но мы так давно знакомы и так много работаем вместе Что это не мудрено Происходит подмена личности Итак, сегодня наш гость впервые в нашем эфире Армянский журналист, блогер Роман Багдасарян Руководитель независимой инфоплатформы в центре «Объектива» Роман, здравствуйте, рады приветствовать в нашем эфире А я рад вас приветствовать Замечательные виды у вас за спиной Все прекрасно Ну давайте начнем Итак, американское аналитическое издание «Форренд Полиси» Спрогнозировало 10 военных конфликтов, ожидающих мир в 2023 году Под влиянием войны в Украине Война в Украине – это такой катализатор В том числе азербайджан-армянский конфликт По мнению экспертов, новая война будет более короткой, чем в 2020 году Баланс сил с тех пор еще больше сместился в пользу Азербайджана Армянская армия не смогла пополнить должным образом свои войска и оружие Азербайджан, напротив, наращивает обороты Его армия превосходит армянскую в несколько раз И гораздо лучше оснащена И очень плотно и активно поддерживается Турция Первый вопрос Как вы считаете, грозит ли миру новая Азербайджана-армянская война? Я думаю, что в ближайшее время это все-таки маловероятно Но вообще в этом году это может произойти в случае Если переговоры не принесут никакого результата Сейчас, как мы видим, с одной стороны западные страны Хотят быть посредниками И с другой стороны Россия, которая, мягко говоря, ревнует И делает все возможное, чтобы это посредничество обнулилось И не принесло никакого результата Вот если западные страны, США, Европа Сумеют все-таки усадить за стол переговоров Армянскую и азербайджанскую стороны То я очень надеюсь, что удастся избежать новой войны И новых боевых столкновений Вопрос про Россию Вот даже несмотря на присутствие Российского военного контингента миротворцев Азербайджан смог себе вернуть часть принадлежащих ему территорий И даже прихватить часть суверенных территорий Армении Может ли вообще Армения полагаться на российских миротворцев Или их присутствие, призванное сохранять мир, теряет свою актуальность Вот мы до тебя говорили с журналисткой из Британии Которая сказала, что на российских миротворцев полагаться нельзя нигде и никак Нет И вы знаете, вы сказали потерять актуальность Для того, чтобы потерять актуальность, эту актуальность надо иметь А актуальность, я не думаю, что она имела последние два года А Россия, по сути, насильно ввела своих миротворцев в зону Карабахского конфликта Для всех нормальных армян, которые дружат со своей головой Российский миротворец и советский солдат Еще во время операции «Кольцо», когда были высилены армяне из Шаумяновского района Не просто высилены, а убиты Им подбрасывали гранаты, насиловали наших женщин Все нормальные армяне очень хорошо помнят, как себя вели советские солдаты Во время Первой Карабахской войны Поэтому еще с того времени у них нет и не может быть никакой актуальности Они не могут быть миротворцами К сожалению, мы все жертвы поведения имперских амбиций И имперского аппетита России Скажите, как вы считаете, война, которая идет в Украине Мешает подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией? Или наоборот, некоторое ослабление России создает новые возможности для двух сторон? Ну, я думаю, что создают новые возможности Потому что, сейчас я вот вспоминаю, когда Россия говорила, что за три дня возьмет Киев Я представляю, что произошло бы с Баку и с Ереваном, если бы Россия за три дня взяла бы Киев Так что нет, я думаю, что ослабленная Россия дает больше возможности договориться с армянами и азербайджанцами Знаете почему? Потому что не нужно надеяться на большого кита, который в океане придет и встанет за твоей спиной и скажет Эй, армяне, азербайджанцы, я вам именно помогу А ведь именно так возник армяно-азербайджанский конфликт в 88-м году Когда, с одной стороны, российское КГБ и спецслужбы, советское, прошу прощения, работали с азербайджанской страной И давали обещание, что помогут выселить армян из Карабаха А с другой стороны, одновременно подначивали и настраивали против азербайджанцев отдельные группы армян в Нагорном Карабахе, в Арцаке Для того, чтобы столкнуть два народа Поэтому сейчас тоже победившая Россия в Украине стала бы адом и кошмаром и для Армении, и для Азербайджана К сожалению, в Азербайджане это не все понимают Я думаю, что в Армении тоже не все понимают, к сожалению К сожалению, да, к сожалению Вопрос Вот ты говоришь про Россию и в принципе можно согласиться, но ведь у России достаточно ресурсов, чтобы помешать мирному процессу на территории Южного Кавказа Мне учат, что за Кавказе неправильно, это за Кавказе... Советский штамп, советский стереотип Да, да, Южного Кавказа А это, то есть это, у них достаточно ресурсов Вот у нас, если помнишь, в сентябре уже говорили о том, что до конца года, скорее всего, будет подписан мир И это говорили и представители армянской страны, и представители Азербайджанской страны У нас, кстати говоря, в эфире Eton TV вот первым сказал, что война России с Украиной создает возможность для заключения мира армянский журналист Марк Григорян Он тогда это сказал первым, по-моему, еще в начале марта Так вот, но как только вот такая идея возникла, то Путин сразу провел встречу с Сочи Потом был назначен в Арданян И потом случился вот этот Лачинский кризис Мы видим, что Россия смогла снова смешать карты и задержать возможность подписания мира между Арменией и Азербайджаном А с другой стороны, не кажется ли тебе, что вот война России с Украиной, она просто нагмализовала, как бы это сказать, в кавычках, конечно Военный путь решения политических проблем Нет, нет, мне так не кажется Посмотрите, во-первых, я считаю, что военного пути решения проблемы нет Давайте посмотрим назад Последние 34 года Азербайджан и Армения каждый по одному разу выиграл одна сторона в первой войне, другая во второй в 44-дневной Военный путь избран последние 34 года двумя сторонами и подначивается Россией К чему привел этот военный путь? К решению проблемы он не привел И те люди, которые думают, что если даже Азербайджан сильная страна сейчас и может напасть на Армению, опять что-то отхапать, что-то взять Это не решение проблемы, это продолжение конфронтации, которое приносит еще большее количество погибших, гробов и ненависти Вот вы должны понимать, да? Гробы погибшие это еще полдела А ненависть, которая впитывается после каждой жертвы, после каждой потери Ее невозможно порой даже веками вытащить из души человека, из сердца человека Так что нет, в этом плане я не согласен с вами Военного решения хочу просто особо отметить, чтобы это было слышно в нашем эфире Нет у этой проблемы Любой, кстати говоря, азербайджанец, потому что сегодня у нас конфликт с Азербайджаном, который думает, что богатые, влиятельные Алиев сумеют заставить целый армянский народ подчиниться и статься на колени Он сильно ошибается, мы с вами по истории видим, что любой, кто начинает воевать с народом и пытается уничтожить народ, его не ждет победа Это стопроцентно, я так думаю и благодарю, что вы позволяете мне это сказать в вашем эфире Вот так Скажите, а как, на ваш взгляд, закончится конфликт в Лачинском коридоре? Как долго он будет продолжаться? Ну, рано или поздно в любом случае азербайджанской стороне придется открыть Лачинский коридор Это произойдет не под давлением России, потому что Россия, если бы имела возможность открыть Лачинский коридор, она бы его открыла бы ровно через полчаса после того, как туда пришли так называемые экологи Россия это не может сделать, не сделает и не хочет делать и не в силе сделать Сделают это западные страны, под их давлением это произойдет Сейчас у нас были новогодние праздники, я уже вижу активизацию заявлений западных дипломатов Конечно, Азербайджан не откроет Лачинский коридор на тех же условиях, на которых он был открыт до 12 декабря, до даты, когда он закрыл этот коридор Но то, что он откроет, это стопроцентно Здесь есть подводные камни, к сожалению, огромному я не хочу навредить руководству Нагорного Карабаха и Арцаха И не хочу рассказывать об этих подводных камнях Здесь крайне важно, чтобы само нынешнее руководство Нагорного Карабаха тоже было искренне со своим народом И рассказал об этих подводных камнях, которые мешают открыто вести диалог и открыть Лачинский коридор раньше, чем он откроется под давлением западных стран В одном интервью ты сказал, многие говорят, блокада, блокада, но фишка заключается в том, что, как это ни ужасно звучит Эта блокада организована Россией, Азербайджаном и отдельными людьми в самом Арцахе, Карабахе, которые коррумпированы, преступны и, скорее всего, на стороне России Российских интересов, чем Армении Российские армяне, которые преследуют российские интересы, дают жителям Арцаха неправильную повестку Проект Рубен Варданян очень мешает жителям Карабаха договориться с Баку Согласны ли вы, что сегодня Рубен Варданян раздражает как Баку, так и Ереван? И вообще, что можно сказать об этом российском проекте? Хорошо, отвечу так. В Ереване люди разные, там есть какой-то небольшой круг бизнесменов, которым нравится Рубен Варданян С армянско-американско-азербайджанской страны, ведь они договорились о том, что Азербайджан будет напрямую общаться, как он говорит, со своими гражданами, но общаться с сегодняшними властями Арцаха, Нагорного Карабаха Сейчас для Азербайджана есть прекрасный повод сказать, что я не буду этого делать, потому что посмотрите, западный мир, здесь сидит олигарх, да, армянин, но олигарх из России, путинский олигарх И еще не просто олигарх, а человек, который переводил через офшорные счета деньги, отмывая их кошельку Путина, Ралдугину И в принципе, то есть считать, что Варданян может отойти от России, человек, который был связан с кошельком Путина, не может отойти ни от России, ни от Кремля Он может быть только там заключать делки или получать приказы, никаких вариантов отойти нет Полностью согласен Причем ты сказал, как мне показалось, достаточно убедительная версия с российским вложением в рудники Если можешь, расскажи нам тоже, а не только канал Гелый Васадцев, почему мы хуже их Да, но я могу еще раз повторить, но смотрите, все очень логично и просто Во-первых, изначально там были горы и поля, а тут теперь они появились, тут огромные территории Теперь у нас Где хорошо защищенные Перебои, перебои со связью у нас Да, Роман Вид, конечно Секундочку Роман Сейчас слышно, да? Да, вот сейчас слышно, вам звонили, наверное Нет, нет, мне не звонили, я прекрасно вас вижу Да, если можно фразу повторите, потому что вы пропали Да, значит, я сказал о том, что вот все эти холмы и горы превратились в рудники не просто так То есть здесь были вложены огромные средства Эти деньги вложили российские компании, никто либо другой Те названия заграничные, которые мы читаем у этих компаний Это всего лишь для отвода глаз То есть за этими рудниками стоят российские средства, российские вложения Российские компании никогда в жизни не получили А какая сумма примерно, а какой сумме примерно, Театр Ильич? По моим сведениям, первая сумма 185-190 миллионов долларов в 2000-х годах была вложена А сейчас, я знаю, что до войны еще один был рудник открыт Который, кстати, закрыли буквально пять дней тому назад А закрытие рудника объявило правительство Арцаха Это официальная информация была в СМИ Не знаю в этот раз, сколько было вложено в этот рудник Но в 2000-х годах это было 190 миллионов примерно долларов Но надо сказать, что большая часть золота уже добыта Если мы говорим конкретно о золоте О других я даже не хочу говорить Потому что на самом деле об этом можно часами говорить Мне просто даже больно говорить об этом Почему? Потому что получается, что все эти 34 года Армянские парни, братья и отцы Погибают не ради защиты своих церквей и святынь А ради интересов российских компаний Которым никогда не было дела до самочувствия армян Но в этом нет ничего удивительного А кто конкретно в России Ну, предположительно, хотя бы Стоит за вложением в эти рудники? Ну, по всей информации, которую мы слышим Одно и то же имя Игорь Сечин То есть это по всяким рейдерским и прочим вещам Это второй человек в России Да, так говорят все Я надеюсь, что все-таки все не могут ошибаться Вопрос То есть, речь идет о защите рудников И, скорее всего, если Варданяна послали По правде не я все не прав Его послал Сечин защищать эти рудники Ну, не рудники А в первую очередь Понятно, что рудники Но у России То, что из них добывают, да? Да, да Все, что добывается на этих рудниках При любом раскладе Мы должны понимать Давайте я договорю Мы должны понимать Что Россия сейчас использует многоходовку И очень многое зависит В том числе от ситуации в Украине То есть Никто не может сказать Ни один политолог Ни один эксперт Ни один политик Что будет происходить В ближайшие даже полгода В том же Нагорном Карабахе В Арцахе Потому что очень многое зависит От развития событий в Украине Это можно уверенностью говорить на 100% Да, есть многоходовка Есть планы К сожалению, негативные планы По увеличению напряжения Между армянским и азербайджанским народом По провоцированию В том числе новой войны Потому что Армения Демократичная Армения Как помп в горле у российской власти Да Если мы говорим о Сечине То господин Сечин И отвечает за Рубена Вартаньяна И Рубен Вартаньян Как глина В его руках Как я стал гели Из Рубена можно лепить все Что нужно ладошке Российской Спасибо Спасибо большое Спасибо, Роман Спасибо, что нашли время для нас Я напоминаю, дорогие друзья Армянский журналист Блогер Роман Багдасарян Руководитель независимой инфоплатформы В центре объектива А мы с Давидом Эдельманом Еще раз благодарим Романа Поздравляем вас с Новым годом Надеемся все-таки Что в этом году настанет мир Между Арменией и Азербайджаном И на земле Карабаха А наша программа подошла к концу Всего доброго До свидания До свидания Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому